Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы узнаете, какие новые ограничения введены в Польше из-за коронавируса, как прошел благотворительный забег pay-i-zobot-mne, по каким причинам была организована акция протеста антиковид на рыночной площади, как прошел очередной марш солидарности с белорусскими женщинами, состоялся ли все-таки фестиваль тыквы в Нижней Силезии и правда ли, что во Врославе открывают Генеральное консульство Украины. Ранее в Польше было три зоны ограничений из-за коронавируса – зеленая, желтая и красная. Последних двух были дополнительные правила безопасности. С 10 октября ограничения в желтых зонах были распространены на всю Польшу. Прикрывание рта и носа в общественных местах, таких как магазины, автобусы, а теперь и на улице, является обязательным. Не стоит этого делать в парке, лесу, ботаническом или историческом саду или на пляже. Лица, имеющие медицинскую справку или документ, подтверждающий инвалидность или иную весомую причину, освобождены от приказа надевания масок. Участие людей в культурных мероприятиях должно снизиться до четверти. Это означает, что, например, кинотеатры могут быть заняты на 25% мест. Мероприятия на открытом воздухе могут проводить с максимальным количеством участников 100, но их количество не может превышать одного человека на 5 квадратных метров. В округах и городах, расположенных в красной зоне, полный запрет на проведение подобных мероприятий. В желтой зоне может быть допущен в тренажерный зал или фитнес-клуб 1 человек на 7 квадратных метров, а в красную зону 1 человек на 10 квадратных метров. Посетители клуба также должны помнить о необходимости дезинфицировать используемые ими устройства и оборудование. В ресторанах клиенты должны прикрывать рот и нос, пока они не окажутся в месте, где будут есть или пить. В красной зоне помещения и дискотеки будут открыты с 6 утра до 10 вечера. В обеих зонах существует лимит 1 человек на 4 квадратных метра. А с 17 октября свадьбы, причастия и поминки будут ограничены до 75 человек в желтой зоне и 50 в красной зоне. Между людьми в помещении также должно быть расстояние не менее полутора метра. Противники, введенных правительством ограничений в связи с распространением коронавируса, протестовали в субботу на рыночной площади Вроцлава. Протест начался около 12 часов дня. Участники планировали пройти маршем по центру города и предполагали, что он продлится до 5 часов дня. Однако, всего через несколько минут, представитель власти города проинформировал полицию, что из-за нарушения карантинного законодательства и санитарных требований, акция протеста должна быть прекращена. Полиция несколько раз через мегафоны сообщила митингующим, что акция отменена, но никто не обращал на это внимания и не расходился. Большинство участников субботней акции протестов не было в защитных масках, хотя это требует правила желтой зоны, в которой Вроцлав находится с 10 октября. Кроме того, демонстранты не держались на безопасном расстоянии от других людей, участвовавших в акции. С плакатами и флагами Польши на площади собралось около 300 человек. Я приехал до Вроцлава на manifestацию специально из Еленей Горы, понадобно 100 километров. Я хочу просто радовать себя, всех Polаков и всех людей. През багнем, в который нас вручено, с тут полицейские, полицейские, которые тонут также в этом багне, не задаваясь даже этого не так, потому что это, что происходит, то есть общественные, запланированные, какие-то действия, которые могут привести к уничтожению мира. Организаторы митинга обращались к участникам акции и тем, кто просто проходил ряда, не надевать маски беднадобности, не верить властям и СМИ, так как через них раздувается информация о коронавирусе. После нескольких безрезультатных предупреждений полиция начала записывать данные протестующих, в том числе был задержан один из выступающих на сцене Иван Комаренко. Примерно около двух часов дня акция протеста закончилась, но часть протестующих не расходилась, и полиции пришлось их задержать. В Павроцлаве откроют Генеральное Кольство Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши. По словам Владимира Зеленского, Украина планирует обеспечить надлежащую консульскую опеку своих граждан, особенно тех, которые находятся в Польше. Разговоры об открытии Генконсульства Украины во Вроцлаве продолжаются уже более 10 лет. По разным оценкам, во Вроцлаве проживают около 100 тысяч граждан Украины, а в Нижней Селезии около 200 тысяч. Вроцлав уже давно предложил помещение для Генконсульства, однако украинская страна долго не принимала политическое решение. На сегодняшний день граждане Украины, которые проживают во Вроцлаве, вынуждены преодолевать 300 километров, чтобы получить консульские услуги в Кракове. Открытие консульства ожидается до конца 2021 года. Марс солидарности с женщинами Беларуси состоялся в субботу в 16.00 на Площади Свобода, а затем прошел по улицам Маджиевская, Казимежи Великого, Швиднивская и закончился на рыночной площади. Наш марш проходит в очень многих странах. Это международное событие, и во Вроцлаве также решили сделать. Мне помогала группа организаторов. Цель этого марша является в первую очередь выражение солидарности с нашими белорусскими, с нашими сестрами, матерями и бабушками, которые каждую субботу выходят в Беларуси и пытаются заявить о своих правах, пытаются бороться за свою жизнь и за свои права. Мы очень хотим поддержать хоть каким-то образом, потому что мы понимаем, что можем сделать мало отсюда, и поэтому возникла идея этого марша. Во время марша участники пели песни, несли белые розы в руках и приглашали идти вместе с ними. На самой рыночной площади была показана постановка, как правоохранительные органы жестоко задерживают девушек в Беларуси. По всему миру каждую субботу белорусские женщины, одеты в белое и красное с цветами в руках, выходят на такие марши. А главное их требование – это отставка президента Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных и прекращение насилия. Людей бьют, людей калечат, травмы, несовместимая жизнь, люди погибают. И это очень меня волнует. Для этого я здесь стою на площади и поддерживаю белорусский народ. Я белорус, я горжусь этим, я люблю Беларусь. Но то, что сейчас делается и делается благодаря Лукашенке, это меня очень нервирует. Живи, Беларусь! Такие демонстрации солидарности в тот же день были запланированы во многих городах Польши. В Кракове, Варшаве, Катовицах, Торуне, Познане, но также во многих странах, таких как США, Франция, Норвегия, Бельгия и Австралия, Литва, Канада и Латвия. В субботу, 10 октября, был организован благотворительный забег в парке Щетницких возле зала Столетия. Это идеальный марафон для людей, которые бегают и любят помогать. Благотворительный забег PayI Run Zobot.me был организован впервые. Организационные расходы забега покрывала компания PayI, благодаря чему все средства, собранные из стартовых пакетов, пошли на оплату лечения детей из фонда Zobot.me. PayI – это компания из врослого, специализирующая на безналичных расчетах. Полский стартап дает возможность платить без карты, телефоны и кода Блик. Поэтому постановились организовать бег хaryтативный. Фонд Zobot.me помогает детям, которых пока никто не замечает. Данный фонд поддерживает их в борьбе с незгодами, поощряет и помогает. Согласно девизу «Посмотри на меня, я важен и талантлив, и благодаря вашей помощи я могу стать кем-то великим». Дети – это просто самое главное. И поэтому фонд Zobot.me спасает их жизни и здоровье в любой ситуации. Даже того, кто кажется самым безнадежным. Они поддерживают малышей с ограниченными возможностями, как в трудных ситуациях, так и в повседневной жизни. И благодаря этому помогает им вновь обрести веру в себя и радость жизни. Мы очень счастливы, что, мимо трупа противности лосу, смогут организовать этот бейк, хотя он в маленьком и усчуplенном округе, организованном, из-за того, что в связи с кем-то COVID-19. Но мы рады, что сегодня две группы людей, и в каждой около 75 человек, только для того, чтобы, по-за спорт, помогать худым детям. Чтобы принять участие в забеге, следовало выполнить 4 простых шага. Пройти онлайн-регистрацию, где нужно было выбрать подходящую вам дистанцию, то есть 5 или 10 километров. Оплатить стартовый пакет, пробежать выбранное расстояние и пригласить друга или просто знакомого, с которым вы давно хотели посоперничать и побегать. Около 100 человек приняло участие в забеге. Кто-то бежал один, кто-то с друзьями, а кто-то вместе с семьей. Также участники забега получили медаль, футболку, кепку или маску для бега, а для первых зарегистрировавшихся организаторы приготовили сюрпризы и благодарности от компании Pay.i. Во Вроцлаве 11 октября должен был состояться 17-й фестиваль тыквы в Нижней Силезии. Местом проведения был выбран ботанический сад. Однако в связи с новыми ограничениями, связанными с пандемией, власти ботанического сада Вроцлавского университета решили отменить фестиваль. Фестиваль тыквы в Нижней Силезии – это самый красочный осенний праздник во Вроцлаве. Ежегодно его посещают несколько тысяч жителей Нижней Силезии. В этом году мероприятие должно было проходить в форме ярмарки. Гости, посетившие ботанический сад Вроцлавского университета, смогли бы приобрести не только различные съедобные декоративные тыквы, но и мед, растительные масла, специи и другие полезные продукты, а также изделия ручной работы. Однако, аллеи ботанического сада все-таки украсили декорации из тыквы на тему фильмов. Так что у вас есть возможность посетить ботанический сад, прогуляться по аллеям и встретить любимых героев в тыквенных сценах. Напоминаем, что ботанический сад во Вроцлаве открыт каждый день до 12 ноября с 8 утра до 6 вечера. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok